Кстати, тоже интересный момент, полицейского избивают. Сам подход, мы миролюбивые люди, при этом применять насилие, не вкладывается в никакую логику. Опять же, таблица, насколько можно применять эти либеральные группы, миролюбивые, так называемые, и их агрессию. И тут же описывается, получается, что чем вы более раскачаете насилие, дадите зеленый свет теми или иными способами на свободу действий группы, то тем меньше вы будете контролировать, и это может довести до хаоса. Так, цель криминальной босса. Закон в его величественном равноправии запрещает богатым, так же, как и бедным, спать под мостом, выпрашивать милостыню на улице и красить хлеб. Смешно тогда само выражение, то есть, всех уравнивают, что все на равных правах, но всем прекрасно понятно, что бедный не может, например, себе позволить квартиру, и спит поэтому под мостом, но тем не менее, правила всех одинаковые, и если они не подпадают, богатый, грубо говоря, себе может позволить многие вещи, и это законно, а бедный, например, не может себе позволить, и это уже не закон. Такая странная логика. У нас бабушка судит, что она украла там луку хлеба, там что-то, гречки, там майонез, ее вот что-то 3-4 года ей поедут. А недавно выпустили тот, кто украл пару миллионов. Вот она равноправие, да? Да, 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 тут очень так интересно. Так, тут уже дальше. Маска смерти больше похожа на маску в воду какую-то. Каждый, кто надевает эту маску, видит значительно отличающий мир сквозь сиящие прорези для глаз, и когда маска будет снята, другой мир станет настоящим. Соедините маску смерти с любой магической группой. Эта группа теперь может использовать свое действие для участия в атаке после броска кубиков. Ну, опять же, использование магических различных артефактов, чтобы узнать и увидеть ту или иную информацию. Ладно, дальше. Скрытый город. Так, контроль над скрытым городом дает вашему иллюминату плюс 2 к его власти и к глобальной власти. Может, это какой-то тоннель гадпортский? Нет? Нет. Нет, это скорее очень похоже, как в Иордании, грубо говоря, есть тоже, где снимали Индиана Джонс, что я вспомнил. Такой город Петро. И я вам скажу, что государство очень хорошо пополняет бюджет за счет вот этого странного артефактного города Петро. Красотища. А? Весь фильм документальный, красотища. Видели? Нет. Этот город. Он вылезан прямо в скале, в горе. Да. Вот. И вот, грубо говоря, этот город можно разыгрывать по-разному. Либо как пополнение бюджета, либо вы можете перекрыть вход, и вам будут платить деньги, чтобы побывать или сделать какие-то исследования. То есть, а можно то и другое сразу. Вот вам, пожалуйста, скрытый город. Туда зайти, то вы платите в хорошую расценку. То есть, даже если вы ночуете в этом государстве, то вам дается скидка на вход. То есть, очень много таких моментов. И вот они подняли старые артефакты и разбросали по своему, скажем так, государству. И чтобы посетить несколько музеев, вам нужно потратить как минимум, ну, дня 3-4. Вот. Так, ладно. Цель. Власть для их собственной пользы. Контролируйте группы с общей властью 50. Включаю вашу группу или нет. Ну, тут, скорее всего, получается общая идея, как это луч света. Я так воспринял. И уже в своих интересах можно устраивать распределение. Ну, тяжело судить, что это такое. Ну, это, по ходу, игры потом можно разобрать. О, Святой Грааль. Тут он сделан в виде обычного покоса. Так. Ну, Грааль тут уже опять мистический. К сожалению, он не объясняет саму суть этого Грааля. Хотя это очень часто муссируется в фильмах. Опять же, у того же Гяна Джуус. Так. Ну, я думаю, что мы Грааль, это больше так чуть-чуть иносказательно. Так. Солдаты-киборги. Свяжите эту карту с любой группой насилия. Власть в этой группе удваивается. Если эта группа уничтожена, солдаты-киборги также потеряны. Ну, да. То есть, группа Варя, это дополнительное вооружение для групп насилия, так понимаю. Вот. Назовем так называемый апгрейд. Ну, опять же, тут на стене опять эта пирамида. С кружочком. Все повторяется. Так. Вечный двигатель. Нарисован очень так футуристично и смешно. Он работает. На самом деле работает. И уже 27 ученых сошли с ума, пытаясь построить еще один. Группа, связанная с этим устройством, получает один дополнительный жетонгисты в начале каждого входа. Но тут видно в этих картах, что это больше средство манипуляций. И средство насмешки. То есть, ни больше, ни меньше. То есть, эту карту даже на весь смысл рассматривать. Новый мировой порядок. Мир в наше время. Вот. И самое интересное. На этой карте нарисован танк, который уже порос паутиной. И выглядит очень даже футуристически. Похож больше на скульптуру. За которой не ухаживают. Это уже и дуло погнило. Только остались общие контуры. Так. Увеличьте власть всех миролюбивых групп на одну или три. Против попытки уничтожить. Сопротивление всех миролюбивых групп увеличится на три. Пока часть структуры власти. А. То есть, миролюбивые группы. Не будут уничтожаться. Пока они будут являться частью структуры власти. Контроль над оружием. Опять же, обратите внимание, новый мировой порядок. Есть цель, а есть новый мировой порядок. В конце попробуем сделать итог этого обзора. Увеличьте власть всех групп правительства насилия на три. Увеличьте власть всех криминальных групп на один. Ну, тут же опять. Обычно контроль над оружием вооружает. Ты видишь, что белая рука, а черная пытается палец от курка убрать, а другая пытается пистолет забрать. Да. У белой руки. Желтая рука тянется к пистолету отобрать, а черная не дает нажать на курок белой руки. Да. Да. Очень интересное наблюдение. Ну, то есть, мироволюбивые группы. Тут уже вопрос иногда будет стоять ребром, я так смотрю. Они так собираются играть. Так, ну дальше. Новый мировой порядок. Солидарность. Так, мы должны все держаться вместе или нас, несомненно, повесят по отдельности. Удвойте сопротивление всех групп. Солидарность. Солидарность. Но тут больше выглядит, если вы будете со всеми соглашаться, тогда вас никто трогать не будет. Если вы будете с кем-то перечить, то вы будете белой вороной. Ну, я только так это восприниму в данном варианте. Так, налоговая реформа, гильотина, головы на колях, боже. Система инквизиции, другими словами. А, тут и так написано. Другими словами налоги увеличиваются. Ни одно правительство никогда не вынимало руку из вашего кармана, пока оно не держало ваш кошелек. Теперь налоговая может обладать налогом одну карту плана каждого игрока в начале его собственного хода, забирая верхнюю карту из его колоды. Налоговая получает плюс 10 ко всем защитам, пока действует эта карта. То есть, грубо говоря, налоговая является в определенное время устрашающим и контролирующим органом, который имеет очень сильную власть. Да, и это сейчас происходит, в наши годы как раз. Да, пока люди не взводят, пока не наведется нужный порядок этой системы, то есть будет продолжаться определенное время. Ну и также она защищает вроде бы власть. Так, новый мировой порядок опять надпись «Мировой голод». Все более и более отчаянное население охотится на благо. Строятся больше фермерские хозяйства, открытые разработки, недостаточных ресурсов. Окружающая среда разваливающаяся на части и никого нет времени, чтобы беспокоиться об этом. Все зеленые группы теряют свои жетоны, действия и не могут получить новые или используя свои специальные способности. Группы, являющиеся либеральными или нациями, уменьшают свою власть на два. Эта карта заменяет любой голубой картой. Ладно. Что самое интересное, что здесь они хотят, ну, скорее всего, сказать, что в определенный момент вопрос помощи каким-либо другим странам, которые голодают, которые не имеют ресурсы, они будут игнорироваться. И даже те группы, которые спонсировались и занимались благотворительностью практически, не будут иметь возможности. И вот даже которые власть имущие, грубо говоря, управляющие теми государствами, у которых голод, они практически теряют власть и не могут попросить помощи. И даже своими как бы дипломатическими системами управления, переговоров у них практически ничего получаться не будет, к сожалению. Ну и нарисован голодающий негритянский ребенок на такой земле, потрескавшись в больших трещинах, засохшем. Так, курица в каждой кастрюле. Так, мировая торговля будет развиваться. Все богаты и счастливы увеличьте власть на всех банках и всех побережьих. И уменьшите власть и групп насилия. Но тут, кстати, очень интересный момент. Они тут все равно подсказывают. Во-первых, все вполне обеспечены, счастливы, дома сверху вроде бы как солнечные панели. Но, опять же, эта система будет работать в случае, если тут работает банковская система. И прибрежные зоны, то есть такие государства, скорее всего, которые имеют выходы к морю, имеют возможность торговли напрямую практически, те и будут более обеспечены. Кто работает в банковской системе и побережье. А что женщина держит в карте? Такие часы своеобразные. Ненужная безделушка. И вроде бы часы, и украшения домой, они менее функциональны. Они как бы больше... Вроде как красивые часы. То есть данная карта показывает, люди себе позволяют сверх того, что надо. То есть у женщины украшения, и она счастлива, и покупает как раз вот такие вещи, которые, ну... Ты можешь купить и... Можешь и не покупать часы, по большому счету. А тут часы идут уже в специальный механизм, а не в какой-то колбе, а снизу какой-то орел еще дополнительно. Ну, то есть переизбыток, достаток. Когда у вас есть переизбыток, вы уже начинаете не просто там какой-то телефон покупать, а там часы к нему, и пошло-поехало. И к этому телефону различные дополнительные устройства. Ну, вот как-то так. Курица в каждой кастрюле. Интересно сказано. Так. Страх и ненависть в Лас-Вегасе какая-то. То есть обычный работник, видно, сталкивается с офисным планктоном. Очень похоже. И вот они противостоят, кто важнее. То есть менеджер, который организовал эту работу, либо прорекламировал, либо сделал виртуальную какую-то работу, пообщался. И работник, который делает все руками. Паранойя увеличится во всем мире. Одинаковые направленности сейчас дают плюс восемь к любой попытке контролировать и минус восемь к любой попытке уничтожить. Обратно верно для противоположных направленностей. Ну, опять же, для того, чтобы спустить страх и ненависть, можно перекинуть на равнозначные группы. Они пока будут стараться пыхаться, толкаться. Скажем так, средний класс. Вот он, пожалуйста. Явный пример. Спокойно, если вы забыли инструкцию, как надо управлять теми или иными событиями, даже в маленькой вашей фирме, если вы директор, возьмите эти карты и перелистайте. Может, что-то вам понадобится, что-то подскажет вам, чем воспользоваться в этот раз. Так. Новый мировой порядок. Энергетический кризис. Так. Массовый энергетический дефицит влияет на силовые блоки во всем мире, уменьшает власть на всех корпоративных групп, уменьшает власть и сопротивление всех групп зеленых. На один. Эта карта... Ну, энергетический кризис. Опять же, это карта для разыгрывания той или иной ситуации. Если вам нужно ослабить управленческую группу, просто не перекрыли доставку сырья и все, пожалуйста. И люди будут возмущаться. Тогда корпоративная корпорация либо власть начнет с вами спокойнее разоваривать и идти к вам на уступки. Так. Ладно. Военно-промышленный комплекс. Тут мужчина в форме, еще какой-то мужчина в форме курит сигару. То есть над ними летают непонятные вертолетики. То есть торчат тут какие-то вертолетики. Правительственные и корпоративные интересы стали почти идентичными. Корпоративные направленные насти больше не существует ни для чего, кроме целей. Корпоративные группы сейчас считаются группами правительства для всего, кроме целей. Карты специальной способности, конкретно страгивающие или требующие корпоративные группы, сейчас становятся бесполезными. Ну, это как обычно. То есть ВПК, то есть армия и корпорации вот в обнимку стоят и решают один и тот же вопрос. Одни якобы используют и утилизируют, портят технику или там перепроверяют. А те им продают. Друзья, товарищи. Так, закон и порядок. Мужчина в форме спецснаряжения шлемя и дополнительными инструментами на поясе дубинкой пытается усмирить какого-то окровавленного мужчину. То есть, по крайней мере, у него пальцы окровавлены. Так, эта карта позволяет увеличить власть всех консервативных групп. Ладно, там дальше. Не забудьте сокрушить государство. Уничтожение старых, кстати, интересных скульптур. Они сделаны здесь как будто из грязи. И там Георг четвертый. А остальные я не вижу на РПС. А, и, кстати, похоже на памятник Ленину, кстати. Ленин, да. Да, очень интересно. А там уже похоже на какого-то Джона Финь. Слушайте, ну Ленин уже памятники. Сколько памятников? Да, 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 да. Вот тут, пожалуйста, недоверие к правительству на небывалой высоте и обществе рушится. Уменьшится власть всех правительственных групп. Ну, так. Ну, видите, правительственных. Так. Уменьшение власти прямых. Ну, опять же, то есть это наблюдается во многих странах в то или иное время, когда Хусейн море в пустыне было. И сейчас во многих странах в Бразилии тоже похожая ситуация проявляется. И, конечно же, энергии много. Но ее надо куда-то отправлять. И это иногда уходит на памятники. Но я думаю, что это гораздо глубже картина прорисовывается. Но это надо разбирать. Это уже не так уж и важно. Третья мировая война. Мировой порядок. Так. Здесь мы видим, какими же способами тут предлагается типа ядерного оружия. Применяется оно в центре города. много пыли, много грязи. Но опять тут контур идет как треугольник, клуб дыма и посередине как глаз. Собственно, как обычно. Любая нация на прямую атакующую или на уничтожение другую нацию имеет тройную власть. Если она успешна, атакующая нация получает карту плана и еще один жетон действия. Немедленно. если она провалилась, атакующая уничтожен и учитывается для условий победы защищающегося игрока. Но опять же, тут получается интересный момент. В случае, если будут разыгрывать такую карту, то получается любое действие должно быть незамедлительно. То есть, если оно будет хорошо организовано и в краткие сроки выполнено, то ей ничего не будет. Но если будет нединамичной и получит в ответ какими-то средствами, то даже медийными, то получается эту карту, то есть, эту страну затюкивает, кто будет агрессором и в итоге она проиграет. Ну, что логично. Логично. Рыночные махинации. Здесь, кстати, очень интересная карта. Используется обычные весы рычажные. И здесь находится непонятная пирамида с глазом и треугольник. Эту карту можно использовать в любое время. Уберите жетоны здесь с одной любой корпоративной группы по внешнему выбору из любых или всех банковских групп. Так, это не считается за действием. Ну, опять же, рыночные махинации никому не секрет, что с деньгами могут управлять эти все группы. И по какому правилу идет обмен денег, соотношение рубль-доллар, рубль-евро или остальные валюты, это не важно, даже монгольские тубрики. По какому принципу почему-то для нас этот алгоритм скрыт. поддержка фермеров. Катастрофа это мгновенная атака или уничтожение любого места на побережье. Для этого не требует действия. Власть 16 против громадных мест. Если эта атака успешна, то цель опустошена. Эта атака не может уничтожить цель. Но опять же здесь ураган больше говорится в контексте средств манипуляции. То есть более если кто-то имеет скажем так активы на побережье различные порты места доставки, места производства, склады и если там будет уже внешнее воздействие то эта карта хорошо разыгрывается против такого противника. Ну это нам знакомая картинка братья-близнецы. Так эту карту разыгрывают любое время, чтобы дать плюс 10 к власти или сопротивлению по внешнему по вашему выбору. Если использование во время действия, она должна быть разыграна тогда, когда ваше действие было впервые объявлено, считается только для этого действия. Хороша только для защиты и не приближает к цели. Ну да, тут как бы все прекрасно знают такое событие, что после этого очень много приняли законов США, то есть контролирующие службы получили больше возможностей и технических средств для контроля обычных граждан. Плюс 10 власти здесь дается в этой игре. Ну дальше. Марш не согласных. Разыграть эту карту вместе с картой плана, которой нужно воздействие. То есть эта карта занимает любое одно действие властью или меньше и зубой направленности или атрибута кроме действия иллюминатов. Однако вы должны сбросить их. Так, марш не согласных здесь в контексте используется для прикрытия реальных действий иллюминатов. Вполне может быть, то есть отвлечение народу и сил для прикрытия каких-то действий. Аудиторы зада. Интересно. Эта карта может быть разыграна в любое время. Выберите одного противника в качестве цели. Вы можете посмотреть все раскрытые карты планов и либо убрать одну из них, либо раскрыть их все. Эта карта может быть использована только сетью или компьютерной группой или банками. Это считается задействием. тут уже больше похоже, что применение компьютерных технологий или если у вас есть возможность воспользоваться технологией банковских сетей, не те, которые находятся в государствах, а именно типа Уолл-Стрит. Виза, Мастеркард, Маэстро и вы будете знать все действия вашего противника. интересный такой размен. Но нам она недоступна. сбить и сбежать заказной убийства. Опять непонятно. Понятно все. Спекуляции на курсах валют. Спекуляция, опять же, это обман обычных работников. Получается, что вы буквально, когда работали, договорились о выполнении работы с каким-то заказчиком, проработали, представим, месяц проработали и получили по курсу 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей. А потом, когда договаривались, была такая сумма. А когда уже закончили работу и получили денежку, то, по сути, получили уже гораздо меньше в рублях по курсу доллара. Ну, тут все понятно. Землетрясение, катастрофа, это мгновенная атака на уничтожение любого места. Ну, мы до этого читали эту карту. Похожую карту. Так. Машина-бомба. Заказное убийство. Ну, это опять средство манипуляции и запугивания. Ничего интересного. Так, эту карту в любое время можно разыграть, чтобы плюс 5 классов, плюс 10 или сопротивление. Используется здесь, она должна быть сыграна, как только была объявлена атака или считается только для этого действия. ну, опять же, то есть, старая технология, как божий свет под прикрытием мучеников, то есть, взяли несколько жертв, организовали, сняли на много видеокамер и потом протранслировали и на этой эйфории начинаем оправдывать любые действия. дальше можно использовать любое оружие и либо какие-то другие акты. Даже можно законно вводить дальше. ВОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАСТАВКА